Продолжаем играть во второй эпизод Life is Strange. Нам надо найти 5 бутылок, чтобы нам устроили новое испытание наших супер сил. Если честно, я немного застрял в этом месте, пришлось даже лезть в прохождение на ютубе, чтобы посмотреть где найти последнюю бутылку. В геймдизайне немножко постарались сделать это место жутким и запутанным. Сначала пойдем на холм, там нам нужна доска. Такая огромная доска, как она ее вообще поднимает. Самое интересное, что можно сесть на этот стул и созерцать виды. Медитативная игра. Но мы это пропустим. Интересно, что когда я не мог найти пятую бутылку, мне игра постоянно подсказывала, где она. Это, конечно, хорошо, но я так и не понял, где это самое кострище, на которое мне игра намекала. Еще одна бутылка здесь. В домике. В домике воспоминаний. Вот наша бутылка. Отлично. Там лежали фотографии, а в прошлый раз я их не видел. Вот на фотографии я взглянул. Да, это фотографии. Кстати, немного по-читерски поступили разработчики. Вот эту загадку, которая была с падающей и разбивающейся бутылкой, я ишел заново. И нельзя как бы заранее предугадать, что она упадет, и подставить ящик. Нужно именно ошибиться, перемотать время, подставить ящик, а по-другому нельзя. Здесь будет небольшая сценка. Надо ее показать. Да, наша героиня немного, немного галлюцинирует. Ну, фотография призрака не получится. Можно сразу и посмотреть. Вот она. Кстати, вот можно увидеть, какие моменты в игре в этом конкретном эпизоде можно снять. Вот, можно было снять закусочную, можно было, видимо, на столе снять что-то. Найти эту надпись и сфотографировать. Сделать такую коллекцию фотографий. Но это для тех, кто хочет заморочиться. Возле пенька тоже можно посидеть и посозерцать прекрасные виды ржавой свалки. И где же пятая бутылка? Пятая бутылка внезапно вот здесь. Вот, кстати, и подсказка. А вот, куда нам надо зайти, вот кто бы догадался. Я двадцать раз оббегал все вокруг и не увидел вот этой ниши. Тем более, тут такие границы, которые непонятно, можно ли в эту нишу зайти, нельзя. Вот, например, вот здесь. Ну, можно же сюда пройти? Нет. Она отказывается идти. Ну, а сюда, оказывается, можно. Там и есть та самая бутылка. Подождите, я заблудился. Да, вот. Вот, бутылка. Продолжаем. Почему костер здесь? Что, действительно, вот здесь вот, вот именно вот в этих полтора квадратных метра в пространстве сидели и тусовались? Ооо. Так. Этого не было. А что, что делать? Аккуратно. Где наша подруга, в руках которой до сих пор есть бутылка, уже шестая? Мы собрали. Спасибо, Макс. Ага. Спасибо, Макс. Все это время у меня была шестая бутылка. А, ну, собственно, нам и надо было шесть бутылок, но тогда ладно. А то игра как будто над нами издевалась, показывая эту бутылку в ее руках. Макс, ты должен помочь мне стрелять. Макс. Ты должен помочь мне стрелять. Я немного не понимаю. честно что делать хорошо перемотаем во имя до того как она выстрелила ой 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 браво а а немного странные загадки если честно вверх давай ты попадешь это конечно забавно но такие загадки они не тянут не тянут на полноценный геймплей тебе надо немножко левее ладно не буду вмешиваться надо указать куда стоять и а мастер до ворота бутыл а я жду пока она выстрелит бутылку криво построен ким дизайн криво вот что только что произошло она же попала хорошо давайте в монитор хорошо она попала ну я не понимаю я понял в чем суть надо было выбрать предмет с помощью которого выстрелив которой она попадет бутылку они не могли объяснить это что надо чтобы пуля отскочила бутылку ну давай бампер оу что и это забавно веселые поделки подростков я недостаточно отмотал в бампер стреляем стреляем бензобак да почему вы не выставить бензовак и хорошо обувай стекло ничего и осталось только колесо все бутылки разбиты так и думал что у него голова заболит или что-то вроде галлюцинации они забыли про шторм который вроде как надвигается на город но еще не время и в если честно я хочу по быстрее покинуть это место поэтому слава богу мы еще ничего не делаем хватит меня утешить я подозреваю кто это новый персонаж я слышал что-то шоколадки и шоколадки это красиво что ты играешь с шоколадками как мне в твоем возрасте мы не все вместе мы нужны деньги в факте, ты нужны так сильно, ты мне дожди ты мне дожди, да, Клоуи? ты получишь свою деньги они все говорят, что даже когда они брызганы и действуют тяжелые что ты спрятаешь там, девочка? давайте посмотрим кажется нам придется использовать пистолет нет конечно каждый скажет нет а почему мы отдали ему пистолет может надо было его напугать я не могу переместить время дайте мне эту возможность игра ну тогда отлично незачем перематывать время твое секретное логово отстой это конечно аукнется тем что фрэнк скажет о начнет все громить и укажет хлои и место думаю пойдет и так это сцена из трейлеров и постеров как они идут по железнодорожным путям я думаю я думаю Продолжение следует... 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 Так, куда идти? В школу? Главная сюжетная линия так и не двигается. Мы узнали про свои способности, протестировали их, но торнадо, предвидение, видение. Мне так нравится, как сделана вот эта вот школа. Тут всего-то несколько коридоров и очень мало активных объектов, но сделано хорошо. Зато отношения между персонажами усложняются. Какая-то обиженная девочка, теперь у нас еще панк разгуливает по улице с пистолетом. Что-то плакаты. Но все не настолько контор. О чем это вообще? Это клуб какой-то. А, это на эту печеньку нас пригласили или нет? А я забыл, что означает этот значок диалога. Кажется, что можно перенести во времени и изменить свою реплику, но я не стану. Объявление о пропаже, которое преследует нас. Дэвид. Лучше б тебя не было в этой истории. Противный чувак. Дай вас, ректор Уэллс. Джастин. Собственно, нас ждет наш учитель. Чтобы дать нам урок. Искусство фотографии. Кажется, там его класс. Нет, мы не можем поговорить. Я так не думаю. А может не надо держать пистолеты дома? Тем более, как вы их держите, господин охранник. Так же, Кейт Марш. Но ты чувствуешь Кейт очень плохо. Ты попросишь между нас в очень плохом моменте. Она совсем другая вещь. Кейт не сделал ничего плохого. Макс, это не только Кейт Марш. Моя вопроса для защиты всех студентов Blackwell, включая ты. Это будет больше, чем проверка камерой. Это будет больше, чем мисс Грант и ее петициона, чтобы найти учебных студентов. Это не твоя ответственность, как глава защиты? А если ты знаешь что-то о Рейтеле Эмбере, что никто не делает. Я больше не хочу бороться с тобой. Я больше не хочу бороться с никогою. Это все, Макс. Лукас всегда использует телефон как защита, чтобы избежать людей. Как и многие студенты. Что это за класс? О! Нет, я не хочу ставить эксперименты по химии, только этого не хватало. Сейчас будет какой-то взрыв, и мне надо будет перемотать время. Давайте посмотрим на натрий. Хорошо, Уоррен. Я помогу тебе. Добавь калия, Уоррен. Я не знаю, почему ты позволяешь мне решить твою судьбу, но... Иди... Патасиум. Патасиум это будет. Если это работает, ты получишь свободный хог. Уоррен. 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 Уйду. Это наш учитель. Опять она, да что у нее везде неприятности. Простой разговор был, зачем раздувать из этого... слона. Уоррен. Нет. Я не знаю. юноу дата свару видео everybody knows that's why I wanted to see you kate is being humiliated daily what if kate is being humiliated on herself she means well but maybe she does protest too much she seems like she's holding back the truth if you talk to me вообще там учитель вроде как можно доверять он как бы хороший даже слишком хорошей а может он во всем виноват но не может быть давайте расскажем и про нейтана прескота а это точно стелла первый раз встречаю стеллу а этих людей я знаю с этими двумя лучше вообще не встречаться а пойдем их стороной как-то зачем нам ее фотографировать но как нам сказал учитель всегда фотографируй а не буду тебя отрывать стелла и смартно стояла вода драма неужели нам надо поговорить с теми двумя но это не хочу к ним идти не хочу нет зачем а это ведь ее стол вот почему мы должны были подойти сюда да 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 это что а а да у а а а а а привет дождите может не надо просто сидеть и ждать пока ко мне подойдет вот этот чувак привет это кажется не твой класс вот макс hey warren i saw kate earlier her eyes were puffy from crying kate has a lot on her plate i don't know what you're saying she didn't tell me anything okay i know you're right but if you're not in this class beat it everybody else please sit down maybe i'll see you later today and so little time as you абстрагируемся от всего и просто будем рисовать ой что это получилось-то хорошо когда учишься у учителя который написал учебник по которым вы учитесь in the end we can only blame ourselves for participating speaking of participation there are a few souls here who have yet to went to her photo in the contest like max caulfield for example i guess kate will miss class now i'm worried about her i'm sure you read the syllabus like it was a harry potter book so you must know today we're studying kiroskira that beautiful word about the contrast between light and dark the shadow play the kids photography such visual power it's basic yin and yang black and white images are effective precisely because of their contrast although we don't technically see in my some crazy shit is going down the girls door you not come into my class like that ever again listen everybody remain эти дети кто-то у меня плохое предчувствие насчет произошедшего в общаге о я понял можно обещали тебе помочь красивый дождь сделан оу ооу сики так как нам не помочь подожди коржи Действительно, мы не можем ей помочь. Ух ты. Наконец-то происходит что-то действительно интересное. Дайте пройти. Это она будет так мучительно идти до самой крыши. Да ладно. Да. Дневная норма уже исчерпана. Да что у тебя такое происходит? Да. 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 Кейт, твоя жизнь все равно твоя, и мы можем пройти это вместе. Дай мне помогать, как я помогал отрывать все это хорошее, что люди пишут на твоей комнате. Я рада слышать, что ты беспокоишь о мне. Это делает мне чувствовать лучше. Я всегда буду здесь для тебя, Кейт. Мой новый моток – «Воих друзья придут первые». Я чувствовал лучше, когда ты говоришь на телефон. Вообще-то нет. Я слушаю далеко не всегда. Потому что тебе не надо ничего делать. Смотри, к чему это привело. Да, я, типа, собираю доказательства. Кейт, я собираю доказательства, что Нейтан Прескотт у тебя. И ты не единственная врага. Так что ты должен помочь мне поднимать Нейтана. Нейтан Прескотт? Это смешно. Он хорошее. У тебя доказательства сейчас? Нет. Время, тогда прямо к полиции. Позвольте, как мы чистим Блоквелл. Блоквелл. Ты сама согнала себя в ловушку. Живешь в темной комнате, ни с кем не общаешься, со всеми конфликтуешь. Только делай, что плачешь. Отправилась на вечеринку. Там позволила себя напоить. Так, мы ответили что-то не то. Откуда я знаю, кто у нее там есть? Да, да. Дайте мне уже... Подождите, я же... Я же не могу отматывать время. Я как-то об этом забыл. Это более чем неожиданно. Давайте поговорим о том, что случилось. Но так как я уже нет в живых, то я... Расскажу все, как и есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Что же нам теперь обвинять его в глаза прямо? Нелегкие решения предстоятны. Да ладно, мне сейчас все это вам объяснять. А, сразу. Сразу к главному. Дэвид к ней приставал, Нейтан напоил ее. Так я не знаю точно. Джефферсон довел ее до слез. Она сама себя довела до слез. Я скажу вот это, потому что Нейтан виноват во многом. И даже если его обвинять в том, чего он не делал, по заслугам ему. Все, что я знаю, что Кейт был в партии, и Нейтан дозировал ее. Она потерялся, и кислился на видео вирусном виде, без конкурса. Я дозировал ее? Без конкурса. Вы видели видео? Что-то. Кейт был вложен, и... Ты не лошадь. Ты говорила Кейт, что ты ее отправил в операцию. Я сказал, что я ее отправил в ИР. Она вновь была вновь. Да ладно, Эктер, мы все знаем, что ты только за этого Прескотта. Ну и правильно. Хоть что-то сделали хорошо. Моя головка меня убивает, но я думаю, что я могу снова использовать мою силу. Да подписываю я. Я, конечно, понимаю, что Нейтан сейчас начнет на меня охоту и спустит всех собак. Но не оставаться же мне в стороне от всего этого. Ну, я думаю, что мы не знаем сейчас, чем когда мы начали. Мы будем поддерживать полицию с дальнейшими инвесторами. Я знаю, что это был очень тяжелый день. Я желаю, что я могла бы поменять все, чтобы лучше. Так что, спасибо, что пришли. Вообще-то, нам должны были дать возможность еще рассказать про охранника, который следил постоянно за девочкой. Но почему-то не дали эту возможность. Охранник-то что-то знает. Эйда, просите охранника. Да, теперь не до кино. Да, теперь не до кино. Спешемся? Конечно, спешемся. Что? Да. Ты был единственный человек с большинства, чтобы прыгать к стене. Ты был единственный человек, который любил. Да, я точно сделала большая разница. Может быть, если больше людей любил, лучше люди, чем я. Ты лучшая человек. Варен, я украл сегодня. Это не имеет sentido lógico. Варен, я не хочу звучать странно, но... что-то необычное происходит в Блаквелле. Сегодня это доказано. И я работаю на доказательстве, что Кейт Марш связана с Рачей Амброй. Как-то. Вместе с Натаном и Мистером Мадсон. Я не большая конспирация, но я не могу спешить. Натан меня спешил и Мадсон был просто дик-сер. Так что, что ты думаешь, что происходит? Что это за хрень? Что это за хрень? Время подтверждает этот странный день. Я чувствую это спокойствие. Обычное затмение. Внешне, нет эклиппы, сегодня. Я бы не знал. Я бы. Я верю в тебя, Варен. Я верю в любое сегодня. И я верю в Бога в métод Cease. В этот день я уже покажу вас на сегодня. Мне так醫 olla ему. Я верю в тебя, сейчас и про печь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хороший эндинг, как в настоящем фильме. Я даже молчал все это время. Интриги напустили. В общем, хороший эпизод. И мне очень понравилось... Вот это вот окончание с ее самоубийством. Было действительно круто, когда главная героиня шла... Через этот дождь и так и не смогла ее спасти. Я забыл, что у нее нету суперсилы, что нельзя отмотать время и просто так сделал этот выбор. Я понимаю, что это все постановочно и так и должно быть и по-другому, наверное, невозможно. Или возможно. Может, все-таки там она бы среагировала на сестру там или брата. Или бы сказала, у меня нет брата, о чем ты говоришь? И все равно бы спрыгнула. В общем, было наконец-то что-то интересное. Но все это связано с ее жизнью в школе и с ее друзьями. А вот что-то насчет вот этого явления, насчет изменения погоды, насчет главного сюжета... Ну, затмение. Ну, видение. Пока ничего не сказали. И пока два эпизода прошло, а я все еще не могу цельного впечатления про игру сложить. Могу только сказать, что хорошая графика, стилизованная под вот такой интересный комикс. Сюжет довольно странный. Хорошая постановка и очень, очень упрощенный геймплей. Вот эти штуки со временем это единственная геймплейная фишка, кроме point and click. Такой, тоже простенькой, адвенчурной части. В общем, геймплей очень простой. Постановка хорошая, графика милая. А что из себя представляет игра, мы узнаем, надеюсь, в следующем эпизоде хотя бы. Будет ли это что-то глобальное, или все так и останется между героями. И эта игра про отношения между подростками, а не про глобальный катаклизм в городе, где надо спасать всех жителей. Посмотрим. Эпизод 2 пройден. И он такой. Пройдите его, оставьте свои впечатления. И играйте в хорошие игры. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok